Потому что частично мой доклад является высказыванием на тему, которая была входит в предыдущем докладе. Итак, цифровая экономика, роскошь и нищета, небывалые завидия. Давайте начнем с основ. Уже несколько раз сегодня пытались говорить о предвещении цифровой экономики. Но я в своей окружении цифровой экономики, о цифровых товарах предлагаю. Все мы знаем, что все, что приведено в цифру, мы можем легко скопировать, мы можем легко загрузить из всемирной сети. И на самом деле это не просто какие-то частные атрибуты, это и есть основная сущность всего цифрового. Возможность практически бесплатно получить этот ресурс, информацию, или программу, или, не знаю, фильм. И бесплатно его, опять-таки, скопировать себе и бесплатно по сетям телевых коммуникаций, которые существуют, его себе заполучить. И это, с точки зрения экономики, это вполне понятная вещь, это стремяющиеся к нулю предельные поддержки производства и дистрибьюции. То есть каждый следующий товар добавляет к суммарным затратам, к каждой следующей копии этого товара добавляет к суммарным затратам все меньшую и меньшую часть. Соответственно, к чему это приводит? В условиях, когда существует конкуренция, естественно, конкурирующие фирмы при таких характеристиках товаров будут стремиться, ну, будут вынуждены приближать цену товара к предельным издержкам. Это экономические законы. Вот. И это означает, что рано или поздно стоимость товара будет очень-очень маленькой. Но на самом деле мы наблюдаем немного не тот эффект. Мы видим не цены, близкие к нулю, а нулевые цены. Это связано со спецификой поведения самих людей. Ну, во-первых, есть издержка, связанная с транзакциями. То есть если вы увидите где-то в интернете товар, который стоит одну копейку, и рядом вы увидите товар, который бесплатен, не надо долго думать, что вы делаете. Вы купите то, что бесплатно. Во-первых, вы сэкономите свое время. То есть вы даже, скорее всего, не будете думать о том большой потере этой копейки, сколько вы будете думать о том, что вам не нужно тратить время на это. Ну, слава богу, там, производители типа Apple это уже легко решили. Вы в Америке можете что-то купить. Вот. Но оказывается, что в человеке есть встроенное, как бы, желание получать что-либо бесплатно. То есть сравнивая товар даже с очень низкой ценой и с полевой ценой, человек всегда будет экспортировать именно бесплатный товар, потому что он тем самым избавляется от любых рисков, на его взгляд, связанных с затратами на вот это пока еще неизвестное, ну, не совсем понятное для него явление. То есть не явление, а товар, который он приобретает. Хорошо. А что же делать? Если мы вынуждены продавать товар за бесплатно, то, как мы будем издержки на его создание, мы понимаем, что копирование и загрузка почти бесплатно, то создание вообще-то не бесплатное. Иногда это миллиарды долларов, как там с фильмами бывает, или другими крупными артефактами. Вот. Схема также вообще известная. Первая схема, она уже там в сотне лет существует, это реклама. То есть вы получаете товар бесплатный, но вместе с товаром вы получаете нечто, что ценится другим поставщиком. Вот. Поставщиком рекламной информации. И поставщик рекламной информации, получая вывод из представления рекламы, передает эти деньги тому, кто, например, бесплатный контент этот предоставляет. Вот. Вторая схема, перекрестное субсидирование. Ну, в обычной экономике мы тоже его часто наблюдаем. То есть мы уже привыкли к тому, что вылипло с версиями стоит очень дешево, вот, но сами действия потом будут дороги, да, или там принтеры строят буквально там в цене картриджа, но потом на картридж когда-то перевернутся. Вот. В цифровой экономике это тоже активно используется. Например, вы можете играть в онлайн игру абсолютно бесплатно, но всякие там интересные архипадты, какие-нибудь там мечи, кваденцы, там, я не знаю, там, супер-тоски, и вы вынуждены покупать за деньги или вы вообще не должны зарабатывать. Вот. Ну и третья модель, которая тоже очень широкое распространение субсидировой экономики получила, это модель, который называется премиум, когда вы можете пользоваться бесплатной версией товара, бесплатным приложением, например. Вот. Если оно вам нравится, вы видите, что в нем заложено определенное ограничение по использованию, вы вынуждены покупать премиум-вариант этого товара, то есть временем приложения. Это тоже вообще известная практика. Итак, мы видим, что товар действительно вокруг нас цифровой товара распространяется бесплатно вот по тем или иным схемам, но распространение бесплатных товаров на предпоследствии экономики имеет далеко идущие последствия. Первый из них – это исчезает механизм ценовой дифференциации. То есть, представьте, если производители обычных товаров, они могут ингрировать ценой, даже если я изготавливаю худший по качеству товар, я всегда могу сделать цену пониже и все равно буду ее продавать. А если он оказывается на рынке, где цены на товары нулевые, то я не могу конкурирует ценой. Если рядом со мной кто-то предлагает бесплатный товар лучше, я не могу продавать товар за отрицательные деньги. Я продаю его так же по нулевой цене, и его никто не берет, потому что все это посчитают лучше. Что вполне логично. Значит, она за все нулит. И второй эффект, он тоже очень характерный для цифровых товаров. Это называемый сетевой эффект. Людям обычно очень удобно пользоваться тем же, чем пользоваться все остальные. То есть, если есть несколько, не знаю, несколько социальных сетей, в одной из них там тысяча человек, в другой 10 миллионов, то, естественно, присоединится в той сети, где много людей, потому что это дает вам много имуществ. Если все пользуются одним офисным пакетом, то выгодно пользоваться таким же офисным пакетом, потому что он будет совместим, все там обучающие материалы будут доступны, ваш опыт будет применим на других рабочих местах и так далее. То есть, это тоже для совершенно разных видов сфоровых товаров имеет место. И это все приводит к тому, что на таком сфоровом рынке победитель получает все. То есть, тот, кто предоставил лучший талант, он выигрывает конкуренцию, причем нагло выигрывает у всех остальных, он получает сетевый эффект и он становится монополист. Это тоже достаточно распространено на реальных сфоровых рынках. Вы видите, что доминирует совсем не только там. Из поисковиков в мире буквально, можно сказать, три штуки, на многих рынках он вообще один. Дальше, социальные сети тоже во многих случаях занимает доминирующее положение. То есть, монополия для цифровых рынков это типичное югей. Но, с другой стороны, это все бесплатно. И мы, естественно, оказываем себе вверх изобилия. Когда то, что раньше всегда стоило денег, оказывается у нас в достатке. То есть, мы можем пользоваться сколько хотим и никто с нас ничего за это не верит. Но, с другой стороны, пример, который я здесь привожу, собственно, ресурс, о котором я думаю, все мы постоянно пользуемся, он немножко отличается от тех схем, о которых мы говорили до этого. Потому что здесь и издержки на создание самого контента, они нулевые. Потому что никакой рекламы, никакого перекрестного субсидирования, никакой эфирного схемы теперь и нет. Это совершенно новая схема, про которую как раз я и хотел бы поговорить. Схема связана с тем, что сами пользователи этой системы создают контент для нее. Такая схема тоже имеет вообще известное название уже. То есть, ее создают как раз юберы. То есть, люди, которые замечают себя как бы создателем контента и пользователем этого контента. Вот. И это совершенно новое явление. Вот. Ну, то есть, в каких-то областях оно в очень ограниченном виде присутствовало, но сейчас это действительно массовое явление, которое меняет весь рынок цифровых товаров. Почему это возможно? Во-первых, потому что у нас есть средства производства. То есть, мы не можем стать просюмерами, не знаю, там, танков, да, потому что у нас нет огромных заводов и распоряжений, но мы можем стать просюмерами цифрового контента, потому что у всех у нас есть средства для его производства. Ну, вот, хороший пример, еще лучше, чем компьютеры, сейчас даже у маленьких детей, у пожилых, у всех есть телефоны, которые можете что-то снять, выложить, и весь мир может этим свободно пользоваться. Вы создаете концерт для всех и таким образом этим просюмером и являетесь. Но кроме того, что вы можете это сделать, вы должны хотите это сделать. Вот, и здесь идет о мотивации. И когда речь идет о создании каких-то благ, мы привыкли, что мотивация, она примерно так. У нас есть тяжелый, зачастую неинтересный, опасный труд, который мы выполняем просто потому, что нам хочется есть, и мы хотим зайти и получить деньги за это. Вот. Но оказывается, что прямо такой внешней мотивации весьма эффективно является внутренняя мотивация. Тем более, научные работники про это, я думаю, хорошо знают, да? Что наверху пирамиды масла, как вы знаете, находится самовыражение, признание и чувство принадлежности. И если вы делаете то, что дает вам такие ощущения, то вы готовы делать это бесплатно. И так многие люди поступали в старые времена, ну не многие, как раз, не многие поступали, потому что в большинство приходилось бороться за выживание. Вот. Сейчас с этим значительно проще и многие люди могут себе позволить это делать регулярно и встречать это много времени. Вот. Но недостаточно, чтобы один человек что-то хотел делать. Даже сам «Экипедия» это огромный проект, включающий труд большого количества людей и раньше для этого нужна была организация. Вот. Но мы привыкли, что организации они либо там государственные, либо коммерческие, то есть это что-то связано с деньгами, властью и так далее. Вот. Ну тем более, что в России организация другого типа малого государственного державского общества настолько пытается развиваться. Тем не менее, организация труда, не связанная с коммерческой деятельностью и принуждением, она возможна. Вот. Для этого нужны определенные условия. Вот. Для этого люди должны быть береженны общим целям. Они должны мимодействовать друг с другом. У них должны быть правила, которые они могут контролировать и нарушения, которых они могут наказываться. Вот. это как бы немного придуманные теннисы, это результаты достаточно больших исследований этого вопроса. То есть, такие сообщества действительно и существуют, и существовали давным-давно еще только в категорифических отношениях. Вот. Другое дело, что сейчас они играют небольшой роль. Проблема, одна из основных проблем, таких сообществ заключается в том, что есть так называемая проблема бездерей. То есть, когда вы все это организовались, вы молодцы, все это делаете, но вы вынуждены защищать свой труд от использования другими людьми, потому что всегда найдется человек, который захочет получить все блага, но не вложить ничего в это. Это проблема безбилетника, а защита, результаты своей деятельности она сам по себе совсем не требует. Вот. Люди убирались в парки, другие люди придут и спокойно там оставят результат выпускника, и ничего ни за это не будут. Вот. В цифровой экономике этой проблемы просто нет. Потому что тот, кто скачал бесплатно результат вашего труда, вам от этого ничего не уйдет.